Для многих владимирских детей этот реабилитационный центр стал спасательным кругом, защитой от взрослого агрессивного мира. Сейчас здесь проживает 26 ребят от 3 до 17 лет. За год через центр проходит около 200 детей. Подростки старше 12 лет, уже озлобленные на своих родителей за нелюбовь, приходят сюда сами. А вот малышей, голодных, истощённых, нередко со следами побоев, из семей забирают органы опеки. И вот парадокс, говорят соцработники. Маленький человечек прикрывает свою мать алкоголичку до последнего. Он просто верит, что завтра она изменится. У нас были случаи, когда ребёнок терял сознание от причинённых мер воспитательного воздействия, как родители считают. И выявляли на нём вот эти ссадины сильнейшие, уже когда к медикам обратились. То есть он не мог уже терпеть эту боль, до этого молчал. Это, конечно, происходит редко, ведь большинство семей в стране считаются благополучными. Но ведь и там родители задумываются над вопросами воспитания детей. Так лупить или не лупить своего ребёнка за проступки? И что считается допустимым? Если в царской России детей даже в школе учитель мог наказать, то сейчас за излишнее усердие воспитания могут и родительских прав лишить. И недавний случай с 8-летней девочкой, которая ушла из дома и не хотела туда возвращаться, возможно, очередной пример, когда в благополучной семье перегнули палку воспитания ребёнка. Теперь в отношении мамы возбуждено уголовное дело. В законе чётко прописано, говорят в Следственном комитете, жестокое обращение с детьми, истязания, побои в нашей стране запрещены. Но и полностью идти на поводу ювенальной юстиции наша страна не готова. Наверное, до конца её принять нельзя, потому что, ещё раз говорю, каждый взрослый определяет пространство и существование с ребёнком своим образом индивидуальным. И за каждый чих, и за каждый всплеск, и за каждое повышение тона голоса вырывать ребёнка из семьи – это абсолютный перегиб. Надо стремиться к тому, чтобы маленький человек понимал, за что его наказывают, и не чувствовал себя униженным. А этого можно добиться только в ежедневном диалоге. Тем не менее, проблемы отцов и детей так или иначе есть почти в каждой семье. Особенно в подростковом возрасте. В этот период многие мамы находятся в растерянности, не зная, как наладить общий язык со своим ребёнком. Он от нас отдалился. Мы его не понимаем. Он не понимает нас. Да потому что ещё в начальной школе, в детском садике, вы не уделяли, как родители, ребёнку внимания. Не разговаривали с ним, не вели диалог. У вас не было в семье традиций, где вы там, может быть, раз в неделю собирались за круглым столом обедать или ужинать. Тем временем у современных родителей есть ещё один рычаг без физического наказания призвать ребёнка к послушанию. Отбирать гаджеты и не пускать гулять за прогулы и неуспеваемость. По словам Владимирской молодёжи, такие случаи воспитания практикуются сейчас почти в каждой семье. За учёбу, да. За двойки тоже наказывали. Ну да. Я уже боялась этого. Старалась не получать такие плохие оценки. За учёбу иногда ругали, да. Да. Враньё там иногда. Нет. Но меня да. Как показал опрос исследователей, каждый третий житель России считает, что родители имеют право физически наказывать своих детей в подростковом возрасте. Мы опросили 10 владимирцев, состоявшихся родителей. Большинство из них утверждают, что они против того, чтобы наказывать детей ремнём и со своими чадами такого не практиковали. Я считаю, что физически ребёнка наказывать категорически нельзя. А вот убеждать его, что за поступки надо нести ответственность, я считаю, что нужно. Нет. Недопустимо. Вообще, я считаю, что лучше детей надо любить. Лишний раз поцеловать, и то будет лучше. Даже за проступок? Даже за проступок. Любить своих детей, несмотря ни на что, и проводить с ними как можно больше времени. Вот какое воспитание предлагают владимирцы, психологи и силовики. Ругань, побои, равнодушие матерей воспитывает в ребёнке агрессора с заниженной самооценкой. Поэтому конфликт отцов и детей нужно вовремя выявлять. Следственный комитет не раз предлагал властям вести в 33-м регионе полное укомплектование школы детских садов кабинетами психологов, которые будут помогать детям и родителям найти взаимопонимание. Но пока эти специалисты есть лишь в половине образовательных учреждений области. Тем временем, по статистике, только за этот год три владимирских подростка совершили попытку суицида из-за конфликта с родителями.